Ни один художник не бывает художником изо дня в день, все 24 часа в сутки. Все истинное, неприходящее, что ему удается сделать, он создает лишь в немногие и редкие минуты вдохновения, писал классик литературы Стефан Цвейк. Секунды восторга, минуты радости больше. Два часа чистого и целительного вдохновения подарили зрителям участники Международного фестиваля балета «Гранд Па-2011. Возрождение». Фестиваль, который с большим успехом шел на престижных сценах Москвы, в этом году познакомил новосибирских любителей искусства с мировыми тенденциями современного танца. Солисты ведущих танцевальных компаний выступили на гала-концерте, а мы стали свидетелями самых тщательных репетиций и самых волшебных моментов закулисной жизни Большого фестиваля. Движения плавные, руки тяжелые, они как будто обнимают большое дерево. Но главное, не забывайте про голову. Она должна думать, думать и думать каждую секунду, в каждом повороте. С таких истин начинает свой мастер-класс московский хореограф Никита Дмитриевский. «Классики и современники», «Классическая тщательность и современная свобода» встретились в Большом зале Новосибирского хореографического училища. Здесь проходит воркшоп. В переводе с профессионального – творческая лаборатория. Короткий семинар, когда за два дня в те самые думающие головы вкладывается столько новых знаний, сколько иногда и за месяцы не получишь. Ученики классического балета перенимают науку современного танца. Всего три вечера на то, чтобы поставить номер, с которым эти ребята примут участие в международном фестивале балета. Нужно быстро очень думать, потому что обычно обстановки надеются месяц, два месяца, мы там готовимся к этому. А если все это очень живо, там, это такой ребельческой энергии воспринимается очень хорошо, и поэтому в быстрые промежутки времени артисты очень быстро учатся. Поэтому это такой брейнсторм хороший для артистов, чтобы они за короткий промежуток времени могли сделать для себя больше открытий, чем за более длительный период. Танцевать так, парить и бороться с законами невесомости, или наоборот, доказывать красоту весомого, земного, прекрасного человеческого тела. Современный танец позволяет все, дает свободу, которая ограничена только рамками мастерства. В России зрители традиционно ценят классические балетные формы, их безупречную гармонию, хладнокровный блеск, отточенную строгость, привычную за века. К современному танцу, дерзкому, танцующему о тебе, о нас, о том, кто мы есть на земле и выше, неподготовленная публика относится с недоверием и опаской. Для того и был задуман передвижной фестиваль современного танца «Гранд-Па», чтобы собрать хотя бы на один вечер лучшее и лучших классиков, которые легко играют в современность. Очень важно, чтобы поняли, потому что наша задача не только станцевать, но как и актерам донести. И я очень надеюсь, что публика нас поймет, потому что, конечно, это очень важно. Фестиваль «Гранд-Па» действует с 2003 года. Он прочно обосновался на лучших сценах Москвы, был почетным гостем за границей и каждый раз показывает современное, интересное, яркое, живое. Он объединяет солистов Михайловского театра Петербурга и Большого театра России, знаменитых балетов Эйфмана и Якобсона, артистов известных танцевальных компаний и специальных зарубежных гостей. Большая удача увидеть гала-концерт мастеров в нашем городе. И приезд международного фестиваля в столицу Сибири стал возможным в рамках программы «Территория культуры Росатома». Генератор идеи фестиваля – московский хореограф Никита Дмитриевский. Классический танцовщик, который когда-то по-настоящему влюбился в современный танец и стал пропагандистом европейского танцевального мейнстрима. Вот он, мелькнул за кулисами и исчез. Командует репетиции из полутемного зала. Я не люблю вещи, которые сделаны средне. Я не принимаю теплое искусство. Оно должно быть или холодным, или горячим. Средние вещи на этом не допускаются. Поэтому у зрителя не будет возможности убедиться в том, что современная классика – это нечто оторгающее от их привычного восприятия. За час до концерта за кулисами настроение волшебства. Оно рассеяно в воздухе, клубится в облаках дым машины, мерцает в лучах софитов, делая их похожими на звезды. Надежда, что вот-вот случится театральное чудо, делает каждый фонарь волшебным. И в бирюзовом свете ученицы балетной школы, как нимфы зачарованные. Пока они смотрят из-за кулис, как репетируют другие. И сами все время повторяют свой будущий танец. Ведь скоро, полные надежд новички, они тоже выйдут на эту сцену вместе с именитыми звездами. Вот увидел, я вот смотрел, не останавливаясь. То есть, знаете, вот нравится. Не знаю почему. Вот нравится. Вот такая же. И в конце, когда заканчивается номер, у меня вот пауза. Пауза. Знаете, как будто все перемысленно. Вот идет, так как я тоже человек искусства, я, может быть, больше впечатлений у меня каких-то идет. Ну, у каждого по-разному может воспринять. Это же не словами, говоришь, здравствуй, я тебя люблю, там, привет, пока. То есть, любой жест по-другому люди могут воспринять по-своему. И вот моя вот эта пауза, и потом я право, молодцы. Понимаешь, вот это вот ощущение вот должно быть. В программе фестиваля Гранд Па каждый год есть премьеры. Номера, поставленные специально для этого театрального проекта. Страстный и смелый дуэтный танец «Смотри на меня» был придуман как призыв всмотреться в глубины души и заглянуть в глаза одиночеству, которое может окружать человека и в толпе, и в любви, и в мире, несмотря на страсть, на дружбу, на славу. В самом большом счастье есть мельчайшая крупица грусти, и в самой большой любви прорастает зерно расставания. Кажется, трудно пересказать словами музыку движения, песню совершенных тел. Но ведь именно современный танец почти всегда способен ответить на вопрос – о чем он? Когда касается дела выступления самого дня спектакля, я выхожу на сцену, и у меня почему-то исчезает все, что я репетировала, и у меня появляются именно вот, возникают какие-то вещи о чем, что и как, что происходит сейчас. То есть я в такой степени впадаю в атмосферу этого, и у меня, боже упаси, не было никогда такого спектакля, когда я выходила и думала, а мне нужно приготовить ужин любимому, или выпить чашечку кофе, или что-нибудь там, не знаю, в ванне полежать. Ни в коем случае, всегда я здесь, сейчас, и это в этом мистика, в этом какая-то таинственность. То есть мне всегда мой учитель, он мне говорил, что это храм, это тайна. Взгляд из-за кулис подмечает самые неожиданные и тонкие моменты. И эта жизнь иногда не менее интересна, чем открытая, причесанная, сценическая. Вот балерина снимает мягкие красные уютные тапочки и обнажает шелковые пуанты. Вот дуэт танцовщиков. Вам, кажется, бурно выясняет отношения? Нет, они просто репетируют страстную сцену из танцевального номера. А вот по-настоящему волшебная удача – увидеть разминку перед выступлением испанской гости, которая постановку на двоих сейчас проходит в одиночку. И это завораживает и захватывает, как случайно подсмотренная, большая тайна чужой, ранимой души. Моё восприятие моих же выступлений менялось и не раз. Я порой представляю, что вот это я сижу сейчас в зале в качестве зрителя и пытаюсь понять, нравится мне то, что я вижу или нет. Как танцовщица я отношусь спокойно к тому, что зритель скажет. И в любом случае я рада, что на самом-то деле я на сцене, а не в зале. Танцовщики Франциска Лоренцо и Лучиана Краата – именитые гости из Испании. В их исполнении два номера фестивальной программы. И оба о чувствах, о надежде и отчаянии, о любви к своей женщине или к своей родине, для которой всегда найдется заветный уголок в сердце, даже если ты за 3-9 земель от любимых. Мне кажется, здорово, что есть и то, и другое, и третье. Разные современные танцы существуют. Кто-то ценит физическую сторону, другие – интеллектуальную. Мне больше нравится играть со скоростью, с физикой тела, с музыкой. Но все равноправны. И тот зритель, кому нравится что-то совершенно другое, слава богу, что и он тоже существует. Собрание миниатюр, танцевальных новелл и между номеров звезд современного балета – выступления учеников Новосибирского хореографического училища. Дрожь волнения, избивчивые мысли, главное ничего не забыть, остаются за кулисами. А на сцену под взгляды публики выходят достойно и уверенно. И ведь те, кто сегодня в зале, даже не догадаются о том, что этот номер был собран за три напряженных дня, скроен по фрагментам за три вечера. Вдохновенные и тонкие юные танцовщики, они рисуют движениями картину гармоничного мира, где люди смотрят не под ноги, а на звезды. И может быть правы те, кто говорит, что современный танец – это то, что происходит здесь и сейчас, что не является статичной картинкой, а рассказывает о том, что я чувствую, ты чувствуешь, мы чувствуем. Рассказывает без слов. Для меня, вот в общем, если вот я, например, иду в театр смотреть свермины танец, в первую очередь это поиск, лаборатория, как это сейчас называют. То есть когда мы собираемся в студии, мы разговариваем, создаем новый спектакль, это всегда мы должны пройти через голову. То есть балет для меня, опять же, да, балет – это через тело пройти, а свермины танец, наоборот, через голову, то есть сверху вниз. То есть обязательно пропустить через голову, через мозги, как обычно мы говорим, вот. И затем уже это все поступит само собой какими-то определенными каналами, переходами, приемами в тело. Современный балет – искусство не застывшее, а гибкое, как сама пружина времени. Бесконечная гигантская восьмерка, которая кружит и кружит, не упирается в тупик, а каждый раз начинает свой путь сначала. Может быть, поэтому для фестиваля танца с обязывающим названием «Гранд Па» – «Возрождение» так важно не только показать выступления звезд, но и научить творческой свободе тех, кто только начинает двигаться в ритме большого танца. Ведь современный прежде всего означает «вместе со временем». «Гранд Па» – «Возрождение»